Бисмиллах, альхамдуллиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах, аля алихи и асхаби, амену аля маваад. Аль-Хадису Тасяу, аль-Хамсун, баад-Альмиа. 159-й хадис в нашей книге. Ануми Атыята, алянсария, разъяллаху анах, акалят. Приходит от ума Атыя, алянсария, о том, что она сказала, «Нухина, аниттиба, аль-джаназы». Нам было запрещено следовать за джаназой. Но этот запрет не был распространен на нас твердо. То есть пророк, салаллаху али-саляму, не твердо нам это запрещал. То есть уровня чего? Уровня нежелательности. Так или нет? Этот хадис приходит у Бухарии муслима. Говорит Аль-Ман Али-Иджмали. Какой общий смысл этого хадиса? Уму Атыя, алянсария, алянсахаби, аль-джаназы. Говорит, уму Атыя, алянсария, одна из великих сподвижниц, «Туфиду, ананабия, салаллаху али-саляма, анаттиба, аль-джаназы». Указывает на то, что пророк, салаллаху али-саляма, запретил женщинам следовать за джаназой. Что значит следовать за джаназой? То есть если покойного моют не дома, а куда-то его относят, то запрещено женщинам следовать туда, где его будут мыть. Также им запрещено следовать туда, куда отнесут покойника для совершения днем намаза джаназы. И также им не нужно следовать за джаназой, если его несут на кладбище. То есть любое передвижение кого? Джаназы. Женщина за ним не следует. Это является нежелательным. Говорит, это по причине того, что женщины обладают слабым, то есть слабой природой и ра'фа, то есть слишком милосердные. Что значит слишком милосердные? Не в смысле, что милосердие бывает, что слишком, то есть плохое качество. Нет, имеется ввиду, не могут держать себя в руках нам и могут заплакать и тому подобные вещи. Говорит, нет у них чего терпение мужчин и тахаммуль, тахаммуль, то есть способность переносить беды и злосчастья, видишь, перенесение кого? Масаиб, то есть горести или бедствия. Но вместе с этим она, то есть умуаты Алан Сария поняла, из каких-то второстепенных доводов или указаний, то что этот запрет не является каким-то твердым запретом. И она поняла, что это не указывает на их полный запрет, то есть запрет им полный следовать за джаназы, то есть опять, как мы сказали, уровны нежелательности. Говорит, какие полезные моменты берутся из этого хадиса. Говорит, женщинам было запрещено следовать за джаназы. Видишь, и это, говорит, касается любого места, то есть является каким-то постановлением общим. Женщины не должны следовать за джаназы туда, куда ее относят для того, чтобы подготовить похоронам. А также туда, где над ней будут совершать намаз джаназы. А также не должна следовать за ним, то есть за покойным, до кладбища, там, где его похоронят. Второе, и второе, нам причинно говорит, почему это запрещено женщинам, потому что женщины не могут вытерпеть и не могут выдержать. То есть, подобные, что? Подобные зрелища, то есть, подобные грустные и скорбные зрелища. То есть, опять-таки, зрелище муассира, которое оставляет асар, то есть, влияет на чувство человека. Возможно, если они пойдут за джаназы, то они выявят гнев, то есть, на Всевышнего Аллаха, и свое, свой страх, и свое, то есть, свою скорбь. И это будет противоречить обязательному терпению. Третье, говорит, основа в том, что запретил пророк, что это запрещено, а не просто нежелательно. То есть, она поняла из всего этого, то, что запрет женщинам следует за джаназы, не является запретом строгим, жестким. Четвертое, аль-Акен, сказал, но сказал, аль-Акен, пришли другие хадисы, которые более и явнее указывают на жесткость запрета женщинам следует за джаназы. Больше, чем на это указывает этот хадис. Правильное мнение в этом вопросе, то, что за джаназы женщинам следует незалательно. Что касается других хадисов, то относительно этого есть некоторые хадисы, являются слабыми. И из этого, то, что однажды дочь пророка, салаллаху алисаляма, Фатима возвращалась, откуда-то и пророк, салаллаху алисаляма, спросил ее, ты дошла с ними, то есть, дошла с джаназы до такого-то, до такого-то места, она сказала, нет. Он сказал, если бы ты дошла до такого места, то ты не зашла бы в рай, пока туда не зайдет твой дед. А дед был кем? Многобожником, так или нет? То есть, имеется в виду, а из этого хадиса понимается такфир женщине за то, что она отправилась за джаназы. Но этот хадис является слабым. И подобные этому хадису не являются достоверными.